В эфире программа «День с толком». Меня зовут Николай Потешкин. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Ошибка, стоившая жизни. В Бийске двое автомобилистов не поделили дорогу. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо пострадали. Вместо колонии строгого режима, принудительные работы суд смягчил наказание Михаилу Старцеву, одному из участников смертельной драки на Старом Базаре. Не помогают ни запрещающие знаки, ни порицание общественности, на какие меры пошли в парки Изумрудный, чтобы горожане, наконец, отказались от водных процедур в пруду. Смертельная авария произошла сегодня в Бийске. Страшное ДТП случилось в районе Зеленый Клин на улице Стахановская. Как рассказали в Краевой госавтоинспекции, предварительно установлено, что водитель, 66-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2131, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу транспортному средству, которое приближалось со встречки. В результате аварии погиб пассажир Нивы, еще четыре человека пострадали, им оказана медицинская помощь. Кстати, на злополучном Бийском перекрестке, где сегодня произошла смертельная авария, ранее уже неоднократно происходили страшные ДТП. Так, пять лет назад здесь насмерть сбили молодую женщину. Резонансное ДТП произошло летом 2019 года. Нетрезвый водитель иномарки, уходя от преследования сотрудников госавтоинспекции, вылетел на обочину и сбил девушку. Удар был такой силы, что тело буквально разорвало пополам. К другим темам. Михаил Старцев, осужденный за смертельную драку на Старом Базаре, покинет колонию строгого режима. Напомню, в июле 2020 года Старцев стал участником конфликта, в результате которого погиб барнаулец Павел Рохлов. Суд приговорил Михаила к шести годам колонии строгого режима, однако недавно заменил остаток срока два года, девять месяцев и девятнадцать дней на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты осужденного в доход государства. Как нам сообщили в пресс-службе УФСИН, отбывать наказание Старцев будет в исправительном центре, таких в Крае-5, в Барнауле-2. Осужденные, которые находятся там, имеют право пользоваться телефонами, носить гражданскую одежду и выходить в город, обязательно возвращаясь вечером в центр. Вероятно, что Михаил будет отбывать с остаток срока в исправительном центре Барнаула. Никому не желаю оказаться в такой ситуации. Я и мне искренне жаль, что вообще такая ситуация произошла. Погиб человек. Я приношу соболезнования рост погибшего. Искренние соболезнования. Новую технологию интернет-мошенничества заметили жители Алтайского края. Преступники подделывают голоса своих жертв и вымогают деньги у их родственников и близких. Другие же мошенники распространяют информацию о якобы отравленной воде, которая попала на полки магазинов соседнего Новосибирска. Обо всем расскажет моя коллега Дарья Ерошина. Только в Барнауле, по данным УМВД России, за полгода поступило более полутора тысяч обращений о преступлениях, совершенных дистанционным способом. Мошенники используют все более изощренные способы обмана. У тебя не будет шесть тысяч на карте? Мне нужно подруги на ОЗОН перевести, а у меня с картой фигня какая-то. Буду очень благодарна, верну через часик. Автор интернет-поста рассказала, что ее страницу взломали. Злоумышленник с помощью робота подделал голос женщины. Другие мошенники играют на доверчивости. Сегодня в СМИ, соцсети и мессенджеры просочилась ложная информация о якобы отравленной воде, которая поступила на полки магазинов. В том числе могла попасть и в Новосибирск. Сейчас позвонила двоюродная сестра моя, ее родной брат, ну то есть мой двоюродный на Украине. Ну, в общем, мы в разведке служат. Позвонил ее, предупредил, к нам в Россию просочилась огромная партия минеральной воды, отравленной. Причем злоумышленники распространяют информацию о якобы летальных исходах. В сводках официальных МЧС и нашей администрации подобного нет. Вот, хорошая водичка, сейчас нальем. Водичка хорошая. Если завтра выйду на связь, это все нормально. Это брехня. Сегодня на сайтах федеральных СМИ уже опубликовали разоблачение слуха. А попадались ли на уловки продвинутых мошенников жителей Барнаула, мы решили узнать о них. Мы купили через сайт билеты, а потом выяснилось, что не будет мероприятий. И нам отказывались полгода, да? Да, полгода мы бились и нам осенью вернули все-таки деньги. Если бы не банк, нам бы деньги не вернули, потому что те люди, которые не знают, что такое чарджбэк, они деньги не вернули. Дочери тоже звонили, как говорится, что у нее типа то сим-карта через какое-то время заблокируется. Они ей такие говорят, ну скажи свой паспорт, номер паспорта. А вот, ну, труп побросила и все, как говорится, отключилось. Серьезно, я попала два года назад и там потратила 85 тысяч. Вот так как-то. А что произошло? Что произошло? Просто мне из банка сначала звонили и говорили, что 10 тысяч и ты можешь через год, можешь покупать для себя дом, ну, машину. Вконтакте сломывали меня, да, просили деньги друзей, я вовремя заметила. Когда не смогла зайти к себе на страницу, значит там кто-то уже был. Когда у меня получилось все-таки это сделать, были сообщения, что дай 500 рублей, займи 1000 рублей, вот такое вот. Я быстренько отписала всем друзьям, что это не я. У знакомый был, как бы он набрал на этот номер, сказал, говорит, что больше не звоните сюда. Ну, он, честно говоря, тоже сам сидевший, можно так сказать. И, ну, там, я не знаю, как он их вычислил там. Ну, ну, у него свой диалог был с ними. Он просто, ну, разговаривали, он, дай телефон, он позвонил так и так, и мне больше не звонил. Чтобы не попасться на удочку мошенника, нужно помнить о рисках. Прежде чем передавать любую информацию другим, сделайте паузу на подумать. Дарья Ярушина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайский край поступило шесть новых вагонов для пригородных поездов. Еще 14 должны прибыть до конца этого года. Обновление состава поможет повысить качество обслуживания пассажиров и сделать поезд на Славгород ежедневным. Первые пассажиры заходят в один из шести новых вагонов, которые появились на пригородном направлении из Барнаула. Здесь есть все удобства. Множество розеток, чтобы подзарядить телефон, информационное табло, современные биотуалеты, лампы для обеззараживания воздуха и даже климат-контроль. Хорошо, что кондиционеры есть. Не жарко, ничего, конечно. Духота была, особенно когда полки опускают, вторые вообще дышать нечем было. А сейчас все нормально. Еще и зимой не будет холодно. Отчасти благодаря новым дверям, которые лучше сдерживают тепло. Так что теперь проводникам нужно в три раза меньше усилий, чтобы поддерживать нужную температуру внутри. Вагоны планируют распределить по разным направлениям. На Славгород, Рубцовск и по два вагона на Ребриху и Олейск. Эти вагоны, они очень знамчивые, потому что мы закрываем те бреши, где ходили старые вагоны, на пригородных маршрутах. Это у нас и Биска направлено до Общинникова, там три поезда, вот это Олейск, Ребриха, полностью все направления садоводческие. Не скорые, а скорые мы давно уже перевели на новые вагоны. До конца года планируется поступление еще нескольких новых вагонов. Часть из них на праздники планируют включать в составы скорых пригородных поездов. Все ради удобства пассажиров. Даже время в пути сократили. Практически на 46 минут в этом году ускорили все пригородные поезда в сутках. Мы пересматриваем время следования в пути, меняем расписание грузовых и пассажирских и пригородных поездов, оптимизируем в этом вопросе. И за счет этого ускоряемся. Обновление подвижного состава позволит сделать ежедневным поезд, который курсирует между Барнаулом и Славгородом. Однако обсуждение этого вопроса начнется, когда поступят дополнительные вагоны. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. В России впервые конфисковали электросамокат. Такой прецедент случился в Москве. Владелец самоката, студент-дизайнер в состоянии опьянения. Он наехал на пожилую женщину. Кстати, парень уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Суд постановил конфисковать в пользу государства средства индивидуальной мобильности. Кроме того, запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение 18 месяцев. Нарушитель отказался добровольно явиться к приставу. Его привели в принудительном порядке. Ну а барнаульцы жалуются на людей и собак, которые купаются в пруду парка Изумрудный. Несмотря на все замечания, разъяснительные беседы, в жаркую погоду в пруду многолюдно. Наш корреспондент Дмитрий Дроздов расскажет, на какой шаг пришлось пойти руководству парка, чтобы вытащить людей из воды. Я вас снимаю на видео, отправляю по делам несовершеннолетних. Родители ваших будут штрафовать. Такую картину в парке Изумрудный можно увидеть в жаркую погоду. Несмотря на все знаки, запрещающие купание, в пруду, кроме рыбок, есть и дети. Здесь у нас тоже вода для рыбы подходящая, но для людей, конечно, естественно, нельзя купаться. Даже я бы свою собачку даже не пустила, хотя она пытается, тоже жарко, потому что лучше этого не делать. У нас патрулирует охрана тоже. У нас ограниченный ресурс человеческий охрана. У нас один охранник, и бывает усиление, второй охранник уходит. Вот, объявляем громкоговоритель. То есть у нас как-то влияет иногда, что дети, когда активно, сильно уже забираются, то есть настоятельно рекомендуем покинуть пруд. То есть микрофон он объявляет, вот у нас громкоговоритель. Ну, на некоторых действует эта мера. А запрещающие купание из Найки уже не действуют на людей. К тому же функция у пруда исключительно декоративная. На воде нет спасателей, поэтому купание может закончиться даже трагедией. Также есть шанс получить травмы. Кстати, неделю назад в Барнауле двое детей искупались в фонтане одного парка, что привело к кишечной инфекции. Сами же барнаульцы говорят, что все начинается с воспитания. Задача родителей – объяснять своим детям, что можно, а что нельзя. Они чаще всего купаются без присмотра, но это и невоспитанность. Здесь живут рыбы, гуляют люди. И гуляя с ребенком или с семьей, мне очень хотелось бы смотреть на детей, которые тут плюхаются. От родителей зависит в первую очередь. Ну, как мама скажу, что я не очень этому рада. Это может быть опасно. А вы когда делаете замечания, дети как реагируют? Которые по воспитанию хорошо реагируют. Администрация парка всеми возможными способами призывает барнаульцев не купаться в пруду. Такие случаи сподвигли на строительство пешеходного фонтана в Изумрудном. Там можно будет свободно ходить и самое главное – вода будет безопасна для людей. А вечером он будет посвечен подводными светильниками. Такой фонтан планируют возвести до 30 августа. И, может быть, именно он спасет пруд, рыбок и самих нарушителей от несчастных случаев. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. На Волтайске тем временем развернулись нешуточные споры между зоозащитниками и теми, кто одобряет эвтаназию собак. Причина – стая хвостатых, которые обитают недалеко от жилых домов. Наша съемочная группа выехала на место. Бывает, что они сюда вот выбегают. И тут вот отсюда валают на прохожих. Учитывая, что тут жилые дома. В Новоалтайске семья собак в одном из микрорайонов города облюбовала гаражный кооператив и пустырь вблизи жилой многоэтажки. Дети идут с поселка Северного в школу, в Демидов парк, как раз вот в этой дороге. Вот. Собаки, щенки вначале облюбовали то место. А теперь вот они вот здесь вот где-то лазят, вот всю эту округу. Мужчина утверждает, они доставляют неудобства. Около дома стоит лай и вой. Особенно по утрам, когда собачники выходят гулять со своими питомцами. Пока, слава богу, не кусали. Но проблема в том, что у тех людей, у кого есть мелкие собачки, вот, они гуляют на полях. Они ходят просто с эти вынужденные собачники гулять с палками, потому что они, эти щенки, собаки, начинают их окружать и кусать. Семья хвостатых обитает здесь зимы. И за это время существенно пополнила свои ряды. По словам жильцов, это две кормящие собаки, пять взрослых щенков и восемь маленьких. Вот здесь вот бабушка с одного подъезда приходит, приносит большие эти, чуть ли не ведра, еды и вот раскладывает и кормит их. Ну, то, что они здесь бегают, стаи, это да. Мы не видели здесь собак. А вы здесь живете? Да. Ни разу не видели, да? В гаражах постоянно. Мы за гаражей не ходим, а здесь я не видела. Виктор Князев обращался в администрацию города и планирует написать заявление в прокуратуру. По-моему, эта проблема сейчас не решится, потому что если раньше их усыпляли, отстреливали, травили и прочее, сейчас по закону, по Конституции, по Головному кодексу их надо отловить. Вот. Слышите? Ну, что вы думаете, их надо усыплять? Ну, если был бы закон, то, наверное, лучший способ. Их отстрелизуют, потом опять привозят сюда, они опять начинают опасность представлять. Вон они. Вон они, лают щенки. Во время съемок между недовольными собачьим соседством и собачниками, которым жалко бездомных животных, разгорелся скандал. И камнями, и палками в них не кидай. А то я тебе то забью так до такой степени, что ты залетишь под гараж. Да, они гавкают, подбегают близко. Ну, чтобы укусило кого-то. Ну, мне их жалко. Они хорошенькие. Я не знаю, вот правильно, если он палками кидает, кто будет отлюбить? Они нападали, и я палкой отмахивался от них. Степан Адамский с супругой в свое время уже взяли домой одного выброшенного щенка и вырастили. Этих пристроить никуда не получилось. Но они заботятся о них и подкармливают. Вот с декабря месяца каждый день, два раза в день, я когда хожу на работу, ходит, кормит муж. Понятно, что может быть неправильно. Но, чтобы замерзли они, я не смогла этого допустить. Я понимаю, что это неправильно, у кого дети маленькие, все это неправильно. Но, поймите меня, не могу я теперь от них отказаться. Они как мои дети. Это животные. У них точно такое же сердце, как у нас. Точно такие же эмоции. Тепло любят. И погулять хотят, и все. И поесть хорошо, и тому подобное. Но это предательство, это предательство. Это люди выкинули. Они, бедные, остались на улице не по своей воле. И рождаются не по своей воле. Поэтому, кто знает, может, я на старости тоже останусь, где-то у мусоропровода. И если мне собака поделится со мной, я буду только счастлива. Супруги Адамские только за, чтобы щенкам помогли и куда-то их пристроили. И вот это, если сейчас 6 взрослых щенков, 2 кормящих собаки, если еще эти подрастут сук 10, это будет сколько? Через полгода 16 начнут чиниться, а там дальше вообще будет катастрофа до нашего дома. Администрация города, в свою очередь, поясняет. Контракт по отлову и содержанию животных исполнен. В настоящее время направлена информация на увеличение финансирования на данный вид услуги. Готовятся документы для проведения конкурсных процедур. Указанный адрес внесен в книгу заявок. И при определении подрядчика данная заявка будет отработана. В свою очередь, предлагаем жителям исключить прикорм собак на территории многоквартирного дома, чтобы предотвратить их проживание там. Проблема безнадзорных животных поднимается регулярно. Однако, по сути, ситуация не меняется. Дворняги по-прежнему бегают стаями по городу, и это, по мнению многих жителей, опасно. Но стоит ли решать проблему зверским, негуманным способом? Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. 100, 200 и 300 тысяч рублей за знания. Сертификаты с такой суммой сегодня выдали алтайским школьникам в техническом университете. На церемонии в УЗИ было 60 учащихся. Все они стали призерами и победителями Всероссийской Олимпиады школьников. А также Олимпиады Максвелла по физике и Эйлера по математике. Денежные награды достались и педагогам. К примеру, Александр Аполлонский из Бийского лицея интерната получит свыше миллиона рублей за подготовку сразу нескольких детей к интеллектуальным соревнованиям. Известная барнаульская музыкальная группа «Комната культуры» станет хедлайнером первого музыкального фестиваля «Шум Катуни», который пройдет в августе на территории Бирюзовой Катуни. Кто еще в числе приглашенных музыкантов, как организаторы будут развлекать гостей помимо музыкальной программы и станет ли фестиваль традиционным, расскажут наши корреспонденты. Сибирская масленица, цветение моральника, алтайская зимовка – масштабные проекты, которые жители края и гости региона уже давно полюбили. Приезжают десятки тысяч человек, и вот новый. 10 августа на Бирюзовой Катуни пройдет первый музыкальный фестиваль «Шум Катуни». Кстати, название выбрали путем народного голосования. Организовали фестиваль в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке правительства края. Не было мероприятия летнего для наших гостей, для наших постоянных туристов и для тех, кто бы хотел приехать на Алтай и увидеть для себя что-то новое и узнать что-то новое. Женя Трофимов и Комната культуры уже ворвались во все российские чарты. Дают концерты по всей стране. Именно они и станут хедлайнерами музыкального фестиваля «Шум Катуни». Впрочем, не только они. Приедет и давно живущий не в Барнауле, но его здесь помнят многие музыканты Иван Чабанов. Всего будет порядка пяти группы исполнителей. В этот раз организаторы фестиваля решили сосредоточиться на современной музыке. Но на разных площадках будет звучать и скрипка, и этномузыка. Так что выбор большой. Кроме основной музыкальной площадки планируются и другие развлечения для гостей. В шатре будет работать, в выездной караоке, где каждый желающий сможет показать свои таланты, попробовать свои силы, заявить о себе. И по итогу мы проведем награждение вот именно самого яркого вокалиста среди всех желающих. Будет интересно и деткам. Для них организуют свою площадку. Также гостей будут вкусно кормить. В общем, организаторы продумали все до мелочей. Приехать на фестиваль можно своим транспортом или через алтайские турагентства. Здесь ждут порядка десяти тысяч человек. Все-таки фестиваль первый, но точно не последний. Возможно, в следующем году на музыкальной площадке выступят представители авторской песни. А пока на Бирюзовой Катуни готовы пошуметь вместе. Это, кстати, один из лозунгов фестиваля. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. Напоминаю, мы ждем ваших звонков. Телефон редакции 205-545. Через несколько секунд расскажем о погоде. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова